Говорят, сытая брюхо, учение в Улзах. Но в 30-й гимназии так не считают. История здесь в тарелке. И материал замечательно усваивается. Очередной урок ОДНК и НР, основу духовно-нравственной культуры народов России, у шестиклассников проходит за накрытыми столами. Посвящен он армянскому народу, одному из древнейших народов на территории Ульяновской области. В Паводже армяне проживали уже в 10-м и 11-м веках. Об этом пойдет речь за дегустацией национальной кухни. Ну и вот что может быть лучше, чем этническая кухня. Причем вот сегодня те блюда, которые мы будем пробовать, и узнаем их историей, они приготовлены не просто какими-то там русскими поварами, а настоящими армянскими специалистами, то есть вот стопроцентными, так скажем, армянами. Поэтому мы сейчас с вами не просто попробуем какую-то пищу, а попробуем кусочек истории. Национальная кухня – один из главных свидетелей истории народа. Всеми любимый армянский лаваш, по легенде, помог спастись царю Араму из ассирийского плена. А известный армянский суд Танов-Апур вошел в российскую историю под новым именем, когда спас от голода и холода русских казаков в заплутавших горах. На вкусных примерах школьники изучают историю охотно. Кроме армянских блюд в качестве учебных пособий – шашка, камдива гая, армянский дудук и национальные костюмы. Среди гостей урока – этнические армяне, глава ульяновской диаспоры и реконструкторы. Лучше них об истории народа никто не расскажет. Это очень интересно и очень даже может помогать детям лучше понимать и не только школьную программу, но еще и что-то за ее пределами. Хоть на самом деле в мире так много всего, и дети знают из этого только малую часть. Проект «История в тарелке» рассчитан на несколько занятий. В прошлый раз ребята знакомились с военной кухней, а в следующий раз их ждут татарские национальные блюда. Иван Шугунов, Юлия Шугунова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.